Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, напоминаю, что традиционно в этот день мы проводим вебинар, правильный понедельник, и тему этого вебинара определяете и выбираете вы. В нашем телеграм-канале буквально после этого эфира мы запустим голосование, предложим несколько тем на выбор по разным финансовым инструментам, перспективам разных финансовых активов. Та тема, которая вам приглянется, наберет больше всего голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Поэтому обязательно поучаствуйте в вопросе, ваше мнение нам крайне важно, и мы всегда выступаем за обратную связь с вами, за какой-то фидбэк, потому что очень хотим сделать контент, который полностью будет удовлетворять всем вашим потребностям и запросам. Мы продолжаем работать с трендами. Главный тренд – это ослабление курса американского доллара. Прекрасная прошлая неделя, стремительный обвал американского валютного актива, что привело к обновлению рисковыми инструментами локальных многомесячных максимумов, полностью в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Пришлось немного подождать, но опять же то, что мы увидели, это прекрасное вознаграждение за эти ожидания. Индекс доллара текущей котировки 99.64, я думаю, что это еще не предел и допускает, что в ближайшие недели мы можем увидеть значение гораздо ниже, чем данные уровни. Ну, ладно, давайте по порядку. По поводу хронологии и основных фундаментальных отчетов этой недели. Из релизов, на которые стоит обратить внимание, их, честно говоря, не так уж и много, но все-таки есть статистика, которая будет важна. Это роничные продажи в США, которые выйдут собственно завтра. Также завтра будем анализировать канадскую инфляцию. Напомню, что пара доллара канадец – это из немногих валютных пар, торговых инструментов, дуэтов финансовых активов, где мы еще придерживаемся пока что прежнего сценария о снижении, поскольку не достигли нашего долгосрочного целевого ориентира на отметке 1.30. Но еще не вечер. Я думаю, что еще пару, ну, чуть больше, может быть, торговых сессий, и все-таки канадский доллар сможет упрочить свои позиции и оказать соответствующее давление на американского конкурента. Хорошо, что эта неделя как раз будет очень интересна для канадского доллара. Ждем данные по инфляции. В пятницу еще будут роничные продажи. Между этими днями в среду можно будет обратить внимание на статистику по инфляции в Англии. Мы по фунту ранее достигли целевого ориентира 1.30. После этого пара влетела на новые локальные максимумы, и сейчас котируется в районе отметки 1.30.86. Я допускаю, что если в ближайшей торговой сессии последует коррекция в районе отметки 1.30, это будет хорошая возможность, чтобы перезайти снова уже на ожиданиях повышения процентной ставки, о котором я много раз говорил, вплоть до 50 базисных оппонтов, что может стать источником дополнительного роста, повторного роста этого актива и обновления новых локальных максимумов. И в четверг еще первичные заявки на пособие по безработице. Мы научные опытом уже недооцениваем этот отчет, обращаем на него достаточно много времени и внимания, потому что считаем, что история реакции рынка на те данные, которые мы уже анализировали в прошлой неделе, она может повториться. И трейдеры, опять же, анализируют американский рынок труда на основании вот этих еженедельных данных, даже не дожидаясь официальных цифр по non-farm payrolls, пытаются понять, как и что происходит в принципе с американским сектором труда. Давайте теперь к доллару. Индекс американского доллара 99.64. Важнейший релиз в прошлой неделе – это данные по инфляции. В США инфляция существенно замедлилась, по сути, до 3%, это минимальное значение за 2,5 года. И это то самое снижение, и фактически те цифры, которые мы сейчас видим, которые позволяют американскому регулятору отказаться или завершить самый быстрый цикл повышения процентов ставок с 80-х годов. Я на прошлой неделе много раз делал акцент на то, что вот эти агрессивные распродажи доллара, которые последовали, они стали следствием того, что трейдеры начали очень быстро пересматривать ожидания того, как далеко готов зайти американский регулятор на фоне этих релизов. А сколько будет повышения процентной ставки до конца этого года? И если буквально до данных по инфляции участники рынка всерьез настраивались на 2 повышения процентной ставки, то сейчас, как мы прекрасно понимаем, видим даже на основании оценки инструмента FedWatch вероятности повышения ставки, многие меняют свою точку зрения и считают, что максимум, на что пойдет ФРС, это на еще одном повышении процентной ставки, которое ожидается в июле. Причем даже в июле вопрос того, насколько ее поднимут, остается подвешенным. Либо это будет повышение на 25 байсных пунктов, либо АФРС все-таки ограничится более скромным шагом повышения ставки на 10 байсных пунктов. Я старойник того, что Федрезерву в текущих условиях лучше, конечно же, начинать уже потихоньку задумываться о последствиях чрезмерного ужесточения монетарной политики, и уж тем более не торопиться с каким-то активным повышением ставки. И полностью, абсолютно не поддерживаю мнение Кристофера Уоллера, Мэри Дели, которые почему-то даже с учетом вот этих новых вскрывшихся обстоятельств снижения инфляции настаивают на том, что Федрезерву нужно повысить ставку еще как минимум дважды. Были дополнительные индикаторы, даже после выхода данных по инфляции, что инфляционное давление в экономике в целом охлаждается, снижается. И вот этот последний отчет по индексу цен производителей промышленной инфляции, серьезное снижение с 0,9% до 0,1% в годовом выражении, доказывает то, что инфляция по итогам июля, когда мы ее будем анализировать уже в августе, может показать совершенно новые ценовые минимумы. Я сторонник того, что ФРС займет скромную позицию по повышению ставки в июле, и июльское повышение будет последним. Поэтому за идею того, чтобы индекс доллара продолжил снижение, и в ближайшие недели оказался ниже 98 пунктов. Но при этом с уважением отношусь к уровню 100 и прекрасно понимаю, по индексу доллара, что какой-то период времени трейдеры будут консолидироваться рядом с текущим рубежом и пытаясь найти какие-то источники для дополнительного развития нисходящей трендовой динамики. По отчетам, которые были перечислены в рамках этой недели, заранее можно сказать, что какого-то серьезного фундаментального топлива для резких нисходящих движений и активного продолжения нисходящего тренда пока нет. Но будем ждать, друзья. Мы и так уже в очень хорошем профитсе, поэтому остается просто расслабиться и смотреть за дальнейшим развитием нисходящего тренда. По золоту, 1952 доллара за тройскую унцию. Ждем, соответственно, еще больший рост. Цели 2000 я не меняю. Поддержку золоту продолжит оказывать обвал рынка облигаций США. Доходности американских трежерис двухлетки на прошлой неделе потеряли более 5%. Десятилетние трежерис снизились на 37%. Примерно настолько выросло золото. Если округлить около 3%, тут даже соотношение простое. Какой актив более предпочтительный сейчас для инвесторов, становится понятно, что золото, конечно же, более привлекательное для долгосрочно ориентированных трейдеров. Институциональные инвесторы тоже проявляют интерес к золоту. Последний отчет CFTC. Я обещал вам его разобрать. Это важный релиз. И, собственно, делаю это. Это последние цифры по релизу американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Общий совокупный лонг, спекулятивный со стороны хеджеров, 165 тысяч и 8 контрактов. Это на несколько тысяч больше, чем было две недели назад. При сохранении такой динамики и при текущих показателях индекса настроений золото точно сможет удержать инициативу, я имею в виду, в плане покупок, и добраться до тех целей, которые были выставлены ранее. Евро, доллар, британскую валюту, эти активы я пока не трогаю. Хотя, если вы европейской валютой интересуетесь, в принципе, можете сделать вывод, что с евро может произойти на основании обвала индекса доллара, потому что эти инструменты коррелируют между собой на 100%. Доллар канадец 1.3221, ждем снижения к поддержке 1.30. Прежде всего, нам нужна поддержка в виде макроэкономических данных по инфляции, по уроничным продажам на этой неделе в Канаде. Я думаю, что эта поддержка придет. Плюс ко всему, еще я оптимист в отношении рынка нефти и ожидаю бренда в районе 85 долларов за баррель. На фоне тех факторов, которые ранее перечислялись, это сокращение объемов добычи в России, в Саудовской Аравии. В целом, со стороны страны ОПЕК+, сейчас есть еще и глобальные факторы перебоев поставок. Это именно из-за забастовок, снижения экспорта из Ливии, под угрозой поставки на международный рынок почти в 400 тысяч баррелей в сутки. Есть еще также проблемы с поставками нигерийской нефти. Речь идет об объеме примерно в 200-250 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне я не вижу причин, чтобы прям тотально сейчас шортить нефть, тем более, что сегодня на Азиатской сети еще и данные по Китаю не разочаровали. Промышленное производство 4,4% в июне, рост прогноз был на отметке 2,7%. Поэтому длинные позиции остаются в приоритете, будем следить за развитием событий, друзья. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok